Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, жаркой, прекрасной Алании. Наступило утро, мы находимся в отеле Sofira Deluxe Resort & Spa. И вчера мы заехали вечером в этот отель. Поэтому о том, как происходит заезд в отель, какие правила, обязательно смотрите в предыдущем видео. Ссылка находится в описании. Также мы вчера с вами поужинали. Я показала, как происходит подача еды в отеле, где все включено. По ссылке в описании смотрите предыдущее видео. В этом видео мы отправимся с вами на завтрак, а также поедем на трансфере на пляж. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите, комментируйте. Ну и, конечно же, приезжайте в Турцию, в Аланию, когда это будет возможно. Как я уже говорила, в этом отеле есть туристы также и из России, которые приехали по турам. Поэтому подписывайтесь на канал, и только у нас вы увидите все самое интересное и полезное. Все то, что вы не увидите ни у кого другого. Также в описании к моим видео есть ссылки на бронирование отелей, туров и авиабилетов со скидками. Поэтому смотрите, пользуйтесь, ну и, конечно же, приезжайте. Ну а сейчас идем на завтрак. Смотрим, что же подают в отеле. Ультра все включено на завтрак. Обзор нашей комнаты я уже делала. Поэтому смотрите в предыдущем видео. А сейчас покажу вам бассейн. В бассейне... Сейчас 9 часов утра. В бассейне есть люди. И, как я уже говорила, из 800 комнат этого отеля занято сейчас 150. К концу недели ожидается 350. А к началу сентября полная заполняемость отеля. Вот такой вот красивый вид на бассейн открывается у нас с балкона. Очень интересная форма у этого бассейна. В общем, потрясающе. Ну а мы проголодались и идем на завтрак. Постепенно отель заполняется и прибывают новые туристы. Пользование а-ля карт рестораном один раз в неделю бесплатно. Также есть дискотека, спа-центр, конференц-центр, аквапарк, мини-клаб и проход к виллам. Аквапарк мы еще посетим. Спа-центр тоже в следующих видео. А сейчас идем на завтрак. Когда вы спускаетесь вниз с ресепшена, попадаете тоже в такое небольшое лобби. И здесь находится галерея, где расположены различные маленькие ресторанчики, чайные магазины. И, конечно же, здесь расположены те самые а-ля карт рестораны, которые я вам показывала. Есть турецкий ресторан, итальянский. Ну и разные магазины, обувь, ювелирка, разные офисы, доктор. И именно здесь, через подземный переход, можно попасть, если идти направо, к бассейну. Если идти налево, то в аквапарк. Но в аквапарк мы обязательно с вами сходим. Большой ресторан также расположен на нижнем этаже. И можно сидеть как внутри ресторана, так и на террасе на открытом воздухе. Нас опять встречают ребята и девчата с градусниками и дезинфекторы. Здравствуйте! Процедура подачи в ресторане на завтрак точно такая же, как и на обед. Вам выделяют тарелку. И девушка по вашей просьбе накладывает то, что вы хотите. Так, на завтрак у нас есть сосиски, картофель, баклажаны, помидоры, различные яичницы, мини-мен, конечно же, вареные яйца, яйца жареные, яичница. Очень много разных видов. И также можно взять и салаты. Также большой выбор хлебобулочных изделий. Разные булочки. Ну и, конечно же, турецкие семиты. Если вы хотите салат, свежие оливки, огурцы, также можно попросить, и ребята вам все положат. Есть свежие помидоры, огурцы, различные колбасы, сыры, и, конечно же, лимоны, ну и, конечно же, фрукты. Есть оливки с косточками, а есть оливки уже порезанные. Вот таким вот образом, друзья, происходит подача еды в отеле на завтрак. И, конечно же, есть фрукты, овощи, различные варенья, соусы и кое-какие сладости. Если вы любите мюсли, много разных видов сухих завтраков. Мы уже взяли наш завтрак, друзья. На завтрак можно взять кофе, чай, сок, воду, в общем, все, что хотите. Вот таким вот образом происходит подача завтраков в отеле. Всем приятного аппетита, кто кушает. А дальше едем вместе с вами на пляж. Мы сейчас находимся в отеле Ультра Все Включено. И я расскажу вам о том, в какое время, какой прием пищи здесь происходит. Смотрите, значит, утром завтрак с 7 до 10, поздний завтрак с 10 до 11, обед с 12.30 до 14.30, ужин с 19 до 21.00. Также есть поздний ужин с 12.00 до 6.00 утра. Конечно же, на пляже есть снэк-бар с 12.00 до 17.00. Есть донер-кебаб с 12.00 до 14.00. Гёзлимэ с 11.00 до 4.00. Пицца с 12.00 до 14.00. Мороженое с 14.00 до 16.00. Ну и, конечно же, фрукты с 12.00 до 14.00. Много-много разнообразной еды. Ну и, конечно же, чтобы отдохнуть вечером, посидеть у красивого бассейна, можно посидеть в баре и выпить какой-то любимый напиток или коктейль. В общем, вот такая вот история. С той стороны у нас аквапарк. В аквапарк мы пойдём с вами чуть позже. Скорее всего, вечером или уже в следующем видео. А с той стороны у нас бассейн. Бассейн я вам показывала вначале. Но сейчас наш план – это поездка на пляж. Кстати, на пляж трансфер ходит каждые 10 минут. Представляете? В любое время выходишь, и у тебя готовый трансфер. И спокойно едешь на бассейн. На пляж никого не ждёшь. Ну и что, дорогие друзья, после завтрака мы переоделись. И сейчас отправляемся на пляж. Как я уже говорила, трансфер ходит каждые 10-15 минут. На пляже есть бар, лежаки, зонтики. В общем, всё посмотрим вместе с вами. В бассейне народу поприбавилось. Играют в мяч, музыка. Очень мне нравится здесь непосредственно форма этого бассейна. И, как я говорила вам в прошлом видео, никто друг на друге не сидит. А каждый плавает в каком-то определённом месте. Очень много места. И, конечно, бассейн классный. Классно оформлено здесь. Именно вот эта вот зона бассейна и территория. И на выходе из бассейна наша комната. Вот там вот на третьем этаже. Здесь вот такая вот остановка. Айхан ждёт автобус. В общем, отель нам нравится. Мы довольны, друзья. А сейчас с нетерпением едем на пляж. Вот он наш сервис, друзья. Вот такой вот вагончик с трактором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот, друзья, у нас интересный сервис. Обычно возят на мини-бусе, но сейчас... Поскольку в автобусе мало места и он закрытый, решили использовать вот такие вот открытые вагончики. Ну, в общем, вы понимаете, почему это весело. Написите в комментариях, как вам, мне кажется, очень классно. Выйдя из подземного перехода, мы видим стрелочку, которая ведет на наш пляж. И пройдя вот по такой аллее, друзья, давно мы не были с вами на пляже, точнее, не купались. И вот он, наш пляж отеля Safira Deluxe. Стоят дезинфекторы. И здесь на пляже есть разные снеки, салаты и питье. Но сюда мы придем позже, после того, как будем купаться. Здесь вот такой вот пляжный бар и пароход на пляж. И здесь, кстати, друзья, описание всех флагов, что они означают. Если красный флаг, то плавать опасно. Если красный-желтый, то плавать можно. А если красный, желтый и отдельно желтый, то рискованно. В общем, запомните, теперь будем знать. Если красный и желтый один флаг, то плавать можно. Вот наш пляж, и здесь мы сейчас будем отдыхать. Вот он красно-желтый флаг, что означает сегодня на пляже безопасно. Покажу вам здесь немножко пляж. Вход в море песчаный, как вы видите. Волны есть, но они не опасные, а очень даже приятные. Народ купается, дети резвятся на волнах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот выглядит здесь пляж, друзья. Сегодня вода немножко мутная, но мы сходим с вами на пляж еще и завтра. И посмотрим, может быть, вода будет намного красивее, более такая голубая, к которой мы привыкли. Сейчас у нас план такой. В отеле начинается обед, но несмотря на то, что мы как бы в отеле на отдыхе, нам нужно ехать в офис, есть кое-какая работа, обед я вам покажу уже в следующем видео. Ну а вечером мы пойдем с вами в аквапарк. Как вы видите, все отели используют сейчас вот такие вот вагончики и тракторы. И наш вагончик и трактор тоже уже стоит, нас ждет. Мы едем обратно в отель. А вот так вот выглядит наш отель сверху. Наша комната находится вот здесь. Здесь зона ресторана, много баров, бассейны. И сзади отеля находится аквапарк. В аквапарк мы постараемся сходить сегодня вечером, но его вы уже увидите в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Помимо открытого бассейна, здесь также есть и закрытый бассейн. Но я говорила вам в прошлом видео, что сейчас закрытый бассейн и спортивный зал фитнес. И закрыта дискотека. Ну, сами понимаете, по каким причинам. А так, вот такой вот здесь есть крытый бассейн. Достаточно большой. С такой большой территорией. В общем, когда все вернется в нормальное русло, этот бассейн тоже будет открыт. Ну, а сейчас мы идем опять в зону открытого бассейна. Очень он мне прям понравился. Друзья, не знаю, напишите, что вы думаете. Вот здесь совсем маленький бассейн для детей. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу территории этого отеля. И отдыхали ли вы здесь когда-нибудь. Около бассейна в снэкбаре можно перекусить гамбургерами. Вот ребята готовят гамбургер. Здесь есть наггетсы, есть картошка фри. Конечно же майонез, кетчуп. В общем, мы решили пойти по неправильному пути и поесть немножко вредной еды. Но мы все-таки на отпуске. Мы все-таки в отпуске. И здесь же, прямо рядом, можно взять различные напитки. Как, кстати, алкогольные, так и безалкогольные. Вот такая вот получилась вкуснятина. Сейчас, в общем, будем пробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!